Привет! Добро пожаловать на нашу кухню! Сегодня мы будем готовить соус на основе сока, который выделила индейка, которую мы запекали на День Благодарения. Если вы еще не видели рецепт нашей индейки, которую приготовил мой Благоверный, очень рекомендую посмотреть и не только посмотреть, но и приготовить таким же образом. Это очень вкусно. И вот в конце того видео вы видели, что очень много сока выделила индейка, пока она запекалась в духовке. И никогда мы не выбрасываем этот сок, а всегда его используем. И что я всегда делаю в таких случаях? Во-первых, весь этот сок я налила в такой, желательно повыше взять, контейнер и поставить в холодильник. И потом что происходит? Жир поднимается кверху, весь мясной сок остается внизу. И я этот жир уже сняла. В принципе, вы можете видеть, может быть, там чуть-чуть сверху осталось. Но в основном этот жир я сняла и я его выбрасываю. Кстати, индейка особо так много жира и не выделяет в основном. Вот то, что осталось, вы видите, это чистый сок, который выделила индейка. Это очень вкусный сок. И вот сейчас на основе него мы приготовим соус. Ну вот немножко мы уже использовали этой подливы, так сказать. А вот то, что осталось, я приготовлю соус. Значит, кроме этого мне понадобится кусочек масла сливочного и немножко муки. И, ну, во-первых, еще хочу сказать, что для любого соуса нужно приготовить такой, как загуститель. Чаще всего это делается из сливочного масла и муки. Причем берется это в равных количествах. То есть здесь у меня 2 столовые ложки масла и 2 столовые ложки муки. Иногда вместо муки используют крахмал, но, по правде говоря, мне больше нравится делать это с мукой. И вот немножечко я, значит, что у меня тут травка свежая, это петрушка, а это свежая орегано. Ну, итак, начнем. Значит, я немножко разогрела этот сотейник. Сливочное масло сюда. Сейчас оно растопится. Добавим муку и будем делать такой загуститель. Добавляем муку и размешиваем. Вот так хорошо размешиваем на небольшом огне, чтобы мука смешалась с маслом. И получилась такая однородная масса. Для чего мы это делаем? Если мы сразу добавим муку в жидкий, ну, вот наш жидкий подлив, то получатся комочки. А вот таким образом, значит, вот мы подготовили. Видите, какая получилась мука с маслом? Она смешалась, она получилась вот такая однородная. И все, готово. Теперь можем делать дальше. Теперь мы добавляем понемножку, не сразу, нашу подливу. И тоже вмешаем. Тут нам понадобится вот что-то такого типа венчика. И мы хорошо это размешиваем. До однородности. Вот первую часть, так сказать, размешали. И продолжаем добавлять нашу подливу и размешивать. И посмешиваем дальше. Как видите, я добавила всю подливу. Вот она полностью хорошо, видите, никаких комочков, ничего нет. Она полностью хорошо размешалась с этой сосновой из муки и масла. И теперь на небольшом огне, теперь надо это уварить. Ну, минут, я не знаю, минут 7-10, я так думаю. Надо поварить это время от времени, не помешивая, на небольшом огне. Наш соус почти готов. Вот, посмотрите. Вот он такой получился консистенция. Он готов. Значит, его больше уваривать не надо, потому что, когда он будет остывать, он еще больше загустеет. И сейчас, в самом конце, я брошу травки для аромата. И по поводу соли и специй. Значит, соль можно добавлять только в конце, попробовав предварительно. Потому что, если вы посолите вначале, и потом соус уварится, и очень большой риск, что у вас получится пересоленным. Я даже добавлять ничего не буду, на мой вкус хватает всего, потому что, опять же, основа этого соуса, это наша подливка, которую выделила индейка. Поэтому я считаю, что ничего в данном случае мне добавлять не надо. Все, соус мой готов. Вот такой у нас получился соус. Вот такой консистенция. Это как раз то, что идеально, как должно быть. Он очень-очень вкусный. Я вообще могу его есть просто сам по себе ложкой. Но очень вкусно он, конечно, подойдет и к самому мясу индейки, и к любому гарниру, который готовят к праздничному столу на День Благодарения. Этот соус – обязательное блюдо на столе. И если нету, вот в данном случае, допустим, подливы из индюшатины, его можно также приготовить на основе куриного бульона. Иногда заранее готовят, за несколько дней до праздника готовят куриный бульон или бульон из индюшатины, и на основе этого бульона делают вот этот вот соус. Ну, и как я уже сказала, к любому гарниру очень вкусно его вместе с картофельным пюре, а также с макаронами, с кашей гречневой, например. Очень вкусно. Попробуйте, я уверена, что вам понравится, и вы захотите такой соус делать как можно часто. Заходите на наш канал, не забудьте посмотреть рецепт приготовления индейки нашим способом. Также у нас там есть рецепт приготовления соуса из клюквы, который тоже обязательное блюдо на День Благодарения. Надеюсь, вам это понравится. Приятного аппетита и пока! Субтитры сделал DimaTorzok